АТОМНЫЙ ПРОГРЭСС КИТАЯ 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 АТОМНЫЙ ПРОГЭСС 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 КИТАЯ ТОЛКО ЧТО В СОВСЕМЕСТНОМ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГОМ МЕРГОВОРОВ Главы правительства двух стран Ещё раз подтвердили нацеленность обеих стран на округление сотрудничества во всех областях и на округление стратегического взаимодействия По итогам встречи представители правительств двух стран подписали ряд документов о расширении взаимодействия. Премьер-министр Кыргызстана завершит визит в Китай в четверг, 17 декабря. Люси, Си-Си-Ти-Ви. В Пекине открылся китайско-кыргызский инвестиционный форум. Он проходит в рамках официального визита премьера-министра Кыргызстана Тимира Сарьева в КНР. Главная цель мероприятия – открыть новый бизнес-возможности для жителей обеих стран. Среди участников форума министр экономики Кыргызстана по его словам, кыргызское правительство стремится для всех инвесторов. В стране самая либеральная налоговая система среди стран-соседей – дешевая электроэнергия и рабочая сила. Делегация бизнесменов из Кыргызстана привезла в Пекин презентацию об инвестиционных возможностях в стране. Премьер-министр Тимир Сарьев пообещал, что обеспечит китайским инвесторам самые благоприятные условия для ведения бизнеса. Я могу так сказать, Кыргызская республика нуждается, потому что мы находимся сейчас в транзитном периоде, нуждается в больших инвестициях, нам надо развивать нашу инфраструктуру. Это ирригация, это логистические центры, это автомобильные дороги, это железная дорога, это авиасообщение, это создание инфраструктуры вдоль экономического пояса шелкового пути. И все это даст возможность нам быть вовлеченным в этот процесс и использовать те ресурсы, которые может дать Китайской Народной Республике. Поэтому мы приветствуем такое решение и мы будем создавать самые благоприятные условия, защищая инвестиции бизнесменов из Китая, создавая для них самые благоприятные условия, мы думаем, что сделаем наши отношения более тесными и более глобальными. Товары из Китая в Кыргызстан и обратно, без утомительных таможенных формальностей. В среду между странами открылся зеленый коридор, который в два раза сократил время оформления сельхозпродукции на границе. Предприниматели, которые на себе почувствовали преимущество новых правил, поделились своими впечатлениями с нашими корреспондентами. По меркам небольшого Кыргызстана движение через пограничный пункт Иркиштам очень оживленное – полмиллиона пассажиров в год. Еще 200 тысяч человек пересекли китайскую границу близ села Тургард. Впечатляет и объем торговли между двумя странами – 3 миллиона тонн в прошлом году. А с открытием зеленого коридора товарооборот должен вырасти в разы. Теперь время на таможенной формальности сокращается с одного дня до нескольких часов. После открытия зеленого коридора вся процедура с момента загрузки до пересечения границы занимает только полдня. Все стало намного удобнее. Знаком «зеленый коридор» на грузовике можно пользоваться и в Китае, и в Кыргызстане. Теперь водителям не придется долго ждать. В перечень продукции, которую можно провозить по новым правилам, входит 63 вида товаров. Большегрузные фуры со знаком «зеленого коридора» имеют приоритет в оформлении документов на таможнях обеих стран. Более того, у них большие преимущества и на дорогах. Упрощение процедуры торговли – это дополнительные возможности для предпринимателей Китая и Кыргызстана. «Сейчас мы занимаемся только экспортом сельскохозяйственной продукции, но в будущем планируем заняться импортом». Открытие зеленого коридора на двух пограничных пунктах между Китаем и Кыргызстаном должно привести к росту экспорта товаров из Южного Синьцзяна. По данным таможни Кашгара, за неполный год товарооборот автономного района с соседями составил 106 тысяч тонн. Всего было перевезено грузов на общую сумму 166 миллионов долларов, что почти на 8% больше, чем в прошлом году. В Синьцзяне планируют открыть зеленые коридоры с Пакистаном и Монголией. Ранее режим упрощенного оформления товаров начал действовать на границах Китая с Казахстаном и Таджикистаном. Так что вскоре эта китайская провинция будет иметь зеленые коридоры со всеми пятью соседними странами. Власти КНР уверены, что это будет способствовать росту экспорта сельхозтоваров Синьцзяна за рубеж и приведет к увеличению доходов местных крестьян. Фан Синьсин, Артур Валеев, CCTV. Речь председателя КНР на открытии всемирной конференции по управлению интернетом вызвала широкий резонанс в мире. Эксперты во многих странах обратили внимание на важные программные заявления Си Димпина по вопросам кибербезопасности. Выступление председателя КНР Си Димпина на церемонии открытия второй всемирной конференции по управлению интернетом произвело на меня очень глубокое впечатление. Я полностью согласен с тем, что следует ускорить строительство глобальной сетевой инфраструктуры и обмениваться информацией между странами. Что же касается строительства виртуального пространства, то я думаю, что мы должны выступать против прослушивания в интернете и обмана в сети. Он правильно говорит о том, что нужно единое международное демократическое киберпространство с общими правилами, без разграничения на национальные сектора. И в целом, я считаю, что это правильный подход и надо в этом плане поддерживать лидера Китая Си Димпина. И поскольку интернет, он должен быть общей площадкой для всех, для всех стран, и должны быть какие-то общие правила, действительно, регулирования интернета, которое бы позволило бы всем взаимодействовать более эффективно, более быстро, оперативно и решать те вопросы, которые возникают. Впервые Китай заявляет о необходимости создания не односторонней, а широкой системы управления интернетом. Для этого исключительно важны открытость и справедливость. Суверенитет одной страны в интернете должен уважаться другими государствами. В связи с этим Китай и Индия уделяют большое внимание вопросам кибербезопасности. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Уджене с руководителями китайских и российских интернет-компаний. Главной темой встречи стало сотрудничество в развитии интернет-сферы. Основатель крупнейшего китайского онлайн-ретейлера Алибаба Джекма заявил, что поддерживает инициативу по созданию интернет-площадки для экспорта товаров из России. Платформа позволит продавать российские товары в Китае, Азии и по всему миру, подчеркнул бизнесмен. Алибаба надеется принять активное участие в развитии российской инфраструктуры для электронной торговли. Напомним, идею о создании интернет-площадки для российских производителей в своем послании к федеральному собранию высказал президент России Владимир Путин. Основатель Алибаба видит большие перспективы в деревенских районах КНР. Именно там и нужно развивать интернет, заявил Джекма в интервью нашему телеканалу. Кроме того, бизнесмен подчеркнул важность сотрудничества с игроками глобального рынка. Подробности далее. Следующий большой шаг в развитии китайского интернета – это охват деревенских районов Китая, считает основатель гиганта онлайн-коммерции Алибаба. Мы работали над Таобау больше десятилетия, и теперь у нас около 300 миллионов пользователей. Но большинство китайцев живут в провинции, и это прекрасный шанс. Без интернета потенциал деревни никогда не раскроется. Фермеры получают свое распоряжение телефона еще до знакомства с компьютерами. Так вот, сегодня большинство мобильников – это компьютеры и есть. Так что я думаю, если мы с помощью онлайн-коммерции сможем реформировать экономику, способы производства в деревенских районах, мы сделаем огромный вклад в развитие страны. Алибаба планирует экспансию не только на внутренние регионы Китая, но и на международный рынок. Одна из наших главных идей заключается в том, чтобы Алибаба не занималась тем же, на чем зарабатывают местные компании. Мы не будем забирать у них кусок хлеба, а будем помогать им становиться лучше. Если наша компания сможет принести пользу местным потребителям, нашу работу можно будет назвать настоящей глобализацией, а в противном случае получится своего рода окитаивание. Ма выразил надежду, что в ближайшем будущем в числе крупнейших игроков рынка окажется еще больше китайских компаний. Они будут представлять ценности и культуру Китая, а молодые сотрудники смогут поделиться креативностью и готовностью продвигать инновации, отметил Джек Ма. Анна Санегевич, CCTV. Информатизация общества и интернет играет все более весомую роль в развитии человеческой цивилизации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии второй всемирной конференции по управлению интернетом в Уджене. Ко всемирной паутине Китай подключился в 1994 году. За 20 лет страна сделала огромный скачок и стала одним из мировых лидеров развития глобальной сети. Интернет – его профессия. Академик Китайской академии инженерных наук Ву Хэ Цюань изучает всемирную сеть с момента ее появления. Но он и подумать не мог, что за пару десятилетий Китай станет мировым интернет-лидером. Этого никто не ожидал. Когда интернет только начал развиваться, Билл Гейт сказал, несколько компьютеров хватило бы на весь мир. Никто не думал, что интернет может настолько широко распространиться. В 1994 году в Китае к сети были подключены только 600 тысяч человек. По итогам 2009 года число пользователей интернета в Китае, достигшее рекордного уровня в 338 миллионов человек, превысило размеры всего населения США. Сейчас их количество выросло до 700 миллионов. Это пятая часть всех мировых пользователей. Кроме того, в КНР насчитывается более 1 миллиарда 300 миллионов обладателей мобильных телефонов. Из них к интернету подключены более половины. Теперь у нас есть всевозможные приложения, например, WeChat и много других новых интернет-технологий, например, промышленный интернет, который будет активно внедряться в жизнь. Бу Хэ Цуань рассказал и еще об одном достижении китайской IT-индустрии. В 2004 году были названы 10 ведущих мировых интернет-компаний, четыре из них китайские. Байду занимает первое место среди поисковиков на китайском рынке. Алибаба – первый в области электронной коммерции. Тенцент – лидер китайского рынка социальных медиа. И они начали расширять свой бизнес за пределами Китая. Академик отметил, очень важно, что китайское правительство уделяет такое большое внимание развитию интернета. В прошлом году в Китае была создана центральная инициативная группа по кибербезопасности и информатизации. Ее возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Стратегию развития сети предложили включить в 13-й пятилетний план страны. Эксперт делает вывод о том, что в области развития всемирной сети Китай движется в правильном направлении. Российская экономика миновала пик кризиса. Со второго квартала года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая продолжается в эти минуты. Глава государства позитивно оценил работу правительства. По словам Путина, суверенные фонды России находятся на хорошем уровне, а Москва исполняет все обязательства перед международными кредиторами. Президент добавил, что дефицит бюджета России по итогам 2015 года составит на 1,2% меньше прогнозируемых 3% ВВП. Отметим, в этом году для участия в пресс-конференции аккредитовали рекордное число журналистов. 1390 традиций ежегодных встреч президента и представителей СМИ появилась в 2001 году. Эта большая пресс-конференция для Владимира Путина уже 11-я глава государства сам решает, когда завершить встречу. Рекорд самый долгий пока держит пресс-конференция 2008 года, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 25% пунктов. Сейчас они составляют от четверти до половины процента. ФРС впервые повышает ставки за последние 9 лет. Свои решения регулятор агументировал улучшением ситуации на внутреннем рынке труда и невысоким надеждами на инфляцию в 2%. В ближайшее время Федерезерв продолжит придерживаться мягкой монетарной политики и стимулировать занятость. Наш корреспондент продолжит тему. 6 юаней 46 феней за доллар. Таков результат восьмидневной непрерывной девальвации. Это самый длинный период снижения курса китайской валюты по отношению к американской с июня. Аналитики называют основной причиной явления – повышение Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки. Впервые с 2006 года ФРС подняла её с исторического минимума 0,025% до уровня 0,25-0,5%. Процентные ставки в США начали расти. Это может привести к масштабному возвращению ликвидности в страну, так как любые инвестиции там теперь будут приносить более быструю прибыль. Это создаёт определённое давление на отток капитала из Китая, который тянет курс юаня вниз. Но в то же время обозреватели называют эту тенденцию и краткосрочные. В более длительной перспективе операции со ставками в Америке сильно не отразятся на разнице курсов. «Если китайская экономика сумеет сохранить ровный ход, а движения капитала и международные расчёты также будут относительно сбалансированы, то есть не будет большого торгового дефицита, у юаня не будет наблюдаться значительного снижения в течение длительного времени». Между тем, решение Федрезерва значительно отражается на монетарной политике Китая. Эксперты уверены, что этот шаг Вашингтона перекроет путь вниз процентным ставкам в КНР. У коэффициента обязательных резервов же вероятность снижения куда выше. Сильного влияния на экспорт и импорт Китая обозреватели не прогнозируют. «Наша валютная корзина в целом относительно стабильная. Позиции юаня ослабли по отношению к доллару, но это из-за того, что доллар усилился. По отношению к другим валютам юань не обязательно ослабнет. Поэтому в целом это не отразится на экспорте и импорте». Несмотря на это, часть аналитиков советует коммерсантам принять меры предосторожности, воспользоваться долгосрочными инструментами рынка Форекс, по возможности использовать юани в международных расчетах, перевести часть капитала в доллары или другие крепнущие валюты. Особенно нужно остерегаться рисков на рынках быстрорастущих экономик. Ахмед Сулейманов, CCTV. Атомная энергетика – важная часть долгосрочной стратегии развития страны. Именно с этой точки зрения Китай активно развивает мирный атом. Новые АЭС помогут в стране сократить вредные выбросы и справиться с перебоями электроэнергии. На станции Фуцин в провинции Фудзянь возводят первый ядерный реактор третьего поколения «Хуалун-1». Это собственная разработка Китая, и уже более 20 стран заинтересовались ею. Наши корреспонденты подробнее. Внимание всем операторам! Из-за потери электропитания в энергоблоке номер один произойдет остановка реактора. Внимание! Быстро покиньте зону реактора. Сигналы тревоги прозвучали в блочном щите в провинции атомной электростанции Фуцинь. В связи с чрезвычайным положением операторы проверяют все системы и сообщают о необходимости принятия экстренных мер. Через 15 минут отбой тревоги. Очередная тренировка прошла успешно. Щит управления тоже не настоящий. Этот тренажер – копия первого энергоблока. Он используется для обучения и проверки квалификации сотрудников АЭС. «Мы моделируем случай аварийного отключения. К примеру, при аварии на АЭС Фукусима энергоснабжение автоматически осуществлялось с помощью вспомогательного источника питания. Когда звучит сигнал тревоги, на экране появляются причины ЧП и система защиты автоматически включается». Новичков сюда не допускают, чтобы попасть в смену на щите управления, нужно проработать в других цехах не менее трех-четырех лет и знать все этапы. Кроме постоянного обучения и регулярных экзаменов, операторы проходят психологические тесты. Обычно операторы работают в одном цехе всю жизнь. Подготовить такой персонал непросто – обходится дороже, чем обучение летчика. На этих людях огромная ответственность. В 24-часовой смене работают четыре человека. Они и координируют всю работу энергоблока первого реактора АЭС «Фуцин». В будущем на этой площадке появится всего шесть энергоблоков. Мощностью в 1000 мегаватт. Первые два уже эксплуатируются. По словам специалистов, после окончания строительства в 2020 году станция будет давать все эти необходимые электронерки для провинции «Фуцин». Это имеет важное значение для местной экономики и экологии. Мощность генераторов энергоблоков – 1,2 – 15 миллиардов киловатт-час электроэнергии в год по сравнению с аналогичными тепловыми энергоблоками. Ежегодно это позволяет сэкономить 6 миллионов тонн угля. А также сократить выбросы углекислого газа почти на 15 миллионов тонн. Диоксиды серы и азотной кислоты на 140 тысяч тонн. В ближайшие два года начнут работу третий и четвертый электроэнергии второго поколения. Впоследствии в эксплуатацию запустят еще более современные и безопасные объекты. Первый легководный электроэнергии третьего поколения Хуалуэн Динь, который Китай самостоятельно разрабатывает. Два энергоблока АЭС «Фуцин» возводятся по технологии Хуалуэн Динь, в которой 85% – это собственные разработки. Их масштабные строительства начали только в мае этого года. Под завершением работ эта АЭС должна стать образцом китайской ядерной энергетики. Создатели Хуалуна учли все плюсы и минусы второго поколения реакторов. А в АЭС «Фукусима» заставили добавить еще одну систему защиты. Новый реактор может выдержать ватимебальные землетрясения или крушение большого пассажирского лайнера. Уже есть и договоренность о возведении китайскими специалистами энергоблоков с реактором Хуалун в Великобритании и Аргентине. В репортаже далее. «Я очень рада. Лыжи – это скорость. Мне очень интересно этим заниматься. Мои старшие товарищи очень хорошо катаются. Я хочу у них учиться». Тренер Дудзеля имеет большой опыт в горнолыжном спорте. Он занимается этим видом более 30 лет. Из этих мальчиков и девочек он собирается вырастить настоящих чемпионов. Он специально набрал их для подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года. «Китай победил в гонке из-за права проведения зимних игр 2022 года. По словам председателя Си Цзиньпина, к тому времени зимние виды спорта привлекут 300 миллионов человек в стране. Народ все больше стал интересоваться именно зимними видами. Мне это очень помогло при выборе спортсменов». «Меня зовут Ли Юй Фань. Мне 16 лет. Я занимаюсь горнолыжным спортом уже третий год. Мне будет 23 во время проведения Олимпиады. Сейчас я хочу хорошо тренироваться и надеюсь добиться отличных результатов на соревнованиях». Кроме тренировочной базы для спортсменов, в горах провинции Цзинь расположилось множество горнолыжных курортов. Каждую зиму сюда съезжаются любители заснеженных склонов со всей страны. «Я очень волнуюсь. Я еще только учусь кататься. Я впервые встала на лыжи. Раньше я даже снега никогда не видела, но мне очень весело». «Я узнала информацию об этом курорте в интернете. Я приехала сюда через турагентство на пять дней. Раньше я никогда не каталась на лыжах. Очень интересно. Хочу еще приехать в будущем». С развитием зимних видов спорта растут и частные инвестиции в эту сферу. Мао Жюйцзинь вложил в первый этап строительства горнолыжной базы 120 миллионов юаней. «Спорт для меня – это жизнь. Я люблю зимние виды спорта, люблю автоспорт и активно занимаюсь ими в последние годы. Теперь я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы как можно большему числу людей стал доступен этот спорт». Уникальное географическое положение и хороший климат уже сделали провинцию Цзилень одним из наиболее подходящих мест для развития зимних видов спорта. Цель к 2022 году поставить на лыжи и коньки 300 миллионов китайцев открывает большие возможности для стремительного развития зимних видов спорта и экономики региона. Татьяна Климова, Ван Инн, Си Си Ти Ви. Приближается католическое Рождество, и большинство городов Китая встречает его во всеоружии. Особенно серьезно к празднику подготовились города, где много иностранцев. Например, в Шанхай. Патронности далее. О наступающем Рождестве во многих торговых центрах напоминают наряженные елки. А в районе Миньхан решили организовать световое шоу, такое же, каким известен французский город Лион. Правда, масштабы представлений немного поменьше. Это праздник эмоций, искусства жить и технологий. Это концентрация традиций. Глядя на игру света, мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. Многие иностранцы запланировали поездку домой к Рождеству. В Китае это время довольно спокойное, так как праздник западный. Я останусь в Шанхае. Рождество проведу вместе со своей девушкой. Приготовим с ней вкусный ужин. Для магазинов и торговых центров рождественские декорации – это способ повысить продажи. Только предлагая особый опыт, особенные переживания, мы можем переманить покупателей из онлайна в оффлайн, дать людям прекрасные воспоминания. А так они просто сидели бы перед компьютером, нажимая на кнопки. Скидки предлагают главным образом торговые сети, популярные у иностранцев. Во многих районах города также прошли рождественские ярмарки. Анна Слюкевич, CCTV. Примеров Центра исполнительских искусств имени Джона Кенниги. Гастроли в США начал китайский Центральный филармонический оркестр народных инструментов. На суд американской публики гости из КНР представили постановку, в которой обратились к истокам китайской музыкальной культуры. Около десяти классических произведений были исполнены на древнейших инструментах. Среди них щипковые гуцинь и пиво, а также смычковые Эрху. Каждый номер сопровождался чтением классических стихов. Дополняли выступления современные световые декорации, погружающие в атмосферу древнего Китая. Изюминкой шоу стал совместный номер оркестра с американским школьным хором. Его участники исполнили известнейшее в Китае музыкальное произведение «Гусь Сухонос». Успех программы в Вашингтоне позволяет надеяться на теплый прием и в Нью-Йорке. Там китайские музыканты дадут еще два концерта, после чего вернуться на родину. Сегодня я понял, что почти ничего не знал о китайской музыке. После этого концерта знание прибавилось. Очень яркое выступление. Заметно, что за всем этим тысячелетняя история развития. Оркестра, костюмы музыкантов, все очень красиво. Музыка просто потрясающая. Мы получили истинное наслаждение. Мне все очень понравилось. Было здорово видеть и услышать эти необычные инструменты. Служебный роман в Пекине. Пьесу по мотивам известного советского фильма поставили к юбилею его выхода в китайский прокат. Примера спектакля состоялась в Викинском театре Баоли. Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» вышел в китайский прокат в 1985-м, став тогда одной из самых любимых зарубежных художественных картин. 30 лет спустя историю любви строгой начальницы и застенчивого подчиненного решили напомнить китайской публике. Правда, на этот раз театральные. Полюбившиеся советские герои в эти выходные представлены на сцене Пекинского театра Баоли. Главные роли исполнили небезызвестные актеры Хэнтун Шэн и Фэн Сяньджинь. Примечательно, что именно Фэн Сяньджинь в свое время озвучивала героиню Алисы Фрэнли. А вот поставил спектакль специально приглашенный для этого российский режиссер Александр Кужин. Он уверен в успехе постановки, отмечая, что она вне времени, а значит, найдет отклик и в сердце каждого зрителя. Это очень трудный пути двух одиноких людей друг к другу. Что существует сегодня много одежды, сегодня много еды, сегодня нет дефицита практически ни в чем. Остался дефицит общения, любви, нежности и нормальных человеческих отношений. Сохранить атмосферу легендарной трагикомедии в спектакле помогает музыка Андрея Петрова, написавшего ее специально для съемок фильма. По словам художника-постановщика Кирилла Данилова, музыкальное оформление картины стоит того, чтобы напомнить о нем еще раз со сцены. Музыка – это известного русского композитора Петрова, который постоянно работал с Рязановым и написал музыку ко многим его фильмам. В России многие просто знают эту музыку и помнят по фильмам. И она очень популярна, и она обладает таким свойством, что она поднимает людям настроение. Трехдневный показ спектакля «Служебный роман» прошел в Пекинском театре Баоли. В Шанхае постановку можно будет увидеть уже в новом году в Центре исполнительских искусств Думфан 9 и 10 января. Наш телеканал продолжает серию репортажей про Тибет. Сегодня мы расскажем о самом известном героическом эпосте Тибета Гессер и о человеке, который посвятил жизнь сохранению этого шедевра народного творчества. Этого молодого человека зовут Стадарш. Он студент Тибетского университета и в то же время самый молодой в Тибете носитель и хранитель древних эпических традиций. Еще в детстве он начал проявлять интерес к фольклорному искусству. Теперь в свои 25 Стадарш, уже признанный сказитель героического эпоса Гессер. Стадарш в свободное время, как и многие его сверстники, занимается спортом, читает книги, смотрит кино. Однако на его плечах лежит важная миссия – передать без всяких пропусков и искажений согласно всем традициям огромную эпопею следующему поколению. Он не только решился на создание письменной версии эпоса Гессер, но и начал записывать на радиостанции эпизоды о подвигах древнего героя. 150 часов аудиозаписи – и это всего лишь малая часть колоссальной работы. Большая часть наших предшественников не были образованы. Они даже не умели писать. Поэтому все приходилось передавать устно. Это, на мой взгляд, преграда для распространения и сохранения фольклорного творчества. Впрочем, на этом Стадарш останавливаться не намерен. Его планы намного амбициознее. Я хочу перевести эпос на китайский и английский языки, чтобы вся страна и весь мир могли узнать о Гессере. Совсем скоро Стадарджу предстоит сделать важный в его жизни выбор – остаться в университете и продолжить любимое дело или же поехать на заработки. Впрочем, молодой человек с этим вопросом давно уже определился. Для меня университет – хорошая платформа. Здесь я могу получить помощь от педагогов, я смогу продолжить учебу. Для меня это чрезвычайно важно. Мы собираемся за 10 лет завершить работу над эпосом КСР. Он еще молод, у него есть и время, и желание. Стадардж говорит, что этому делу он посвятит всю свою жизнь. Это его призвание. Выступая перед слушателями, он как бы перевоплощался в героя, самозабвенно отдаваясь пению. Голосом, особыми интонациями и жестами передавая особенности происходящих событий. И потому неудивительно, что у хорошего сказителя слушатели плачут в сильных трагических местах и выражают живейшую радость, когда вдруг восторжествует правда. Юлия Кут, Сяньчжунань, СиСи Ти Ви. Оставайтесь с нами. Юлия Кут